Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хочу вам рассказать о моих, я не знаю даже как это назвать, наверное, все-таки рукодельных покупках последнего времени, потому что все-таки я все это буду использовать для рукоделия. Значит, это покупки, которые насобирали за определенное количество времени, это не одновременно все было куплено. Так, давайте, наверное, начнем с самого давнего, так это пока поотодвигаем. Итак, зашла я в магазин, который называется Остров рыбака. Магазин с всякими товарами для рыбалки, всякие удочки, крючки, мастырка и всякое такое прочее, и там огромное количество коробочек. Между прочим, когда я покупала эту, то просто посмотрела, купила. Когда я покупала вот эту вторую, меня даже спросил продавец, а вам для бисера? И я не знаю, я спросила, так ли это по мне видно, что мне нужна эта коробочка для бисера. Я не знаю, почему так подумала, но, наверное, часто берут. Так, значит, увидела я вот такой вот кейс, так называется фирма, я не знаю, если честно, что это впервые вижу такое. Значит, эта коробочка меня покорила прежде всего своей ценой. Стоила вот эта коробочка, по-моему, 40 гривен. По сравнению с коробками от DMC, которые стоили раньше по 60, сейчас они стоят по 80, по 90, это вообще подарок судьбы. Так, начнем с того, что у нее вот здесь такие петли, то есть она не просто, как коробки DMC, так разгибается, а здесь есть петли и здесь есть две защелки. Они открываются так достаточно, ну, плотно, то есть нормально. Открывается крышка, это нормальный звук, она всегда его издает. И здесь вот такие вот отделения и перегородочки. То есть перегородки можно ставить собственноручно, куда хотите. И я уже померила, сюда идеально становятся бобинки. То есть, так, сейчас поставим. Ну, как хотите, то есть, и либо так, либо так, они сюда замечательно влазят. Так, сейчас одной рукой. Вот, короче говоря, стоит. Так что очень даже хорошо, вот, видите, конец-то я ее засунула. То есть, мне кажется, это будет даже удобно или по рядам, или как-то разделять это все, чтобы как-то систематизировать те нитки, которые у вас будут в каком-то процессе находиться. Мне кажется, это очень даже классно. И я безумно довольна. Я думала даже купить еще одну. Вчера заходила, они там были, но как-то я подумала, что она мне не сильно нужна. Сюда влезет, я думаю, штук 100, если их так компактненько. Ну, так же, как в коробку от DMC. Так что, думаю, еще одна мне не нужна. Хотя, я не знаю, может быть, я потом об этом пожалею. Подумаем, короче говоря, еще. Так, это покупка номер раз. Покупка номер два. Вот такая коробка, я думаю, что много кто ее видел. Как это вообще называется? Коробка двойная, 20 ячеек с крышками для мушек, мормышек, понятно. Так, вот эта коробка стоила 23 гривны. Я хотела купить такие вот длинненькие коробочки, как просто, знаете, вот как у меня в бисерных моих розах я сейчас использую, которые и в бисерных магазинах тоже продаются. Хотела приобрести, но они там были какого-то очень странного качества. Какая-то половина не закрывалась. Короче, я подумала, что лучше не надо. Так, значит, вот такая вот коробка. Здесь она хорошо закрывается, я ее уже открыла, потому что ее одной рукой не откроешь, я ее еле открываю двумя. И здесь у нас идет 20 отделений для бисера. Ну, как для бисера, будут для бисера. Отделения хорошо открываются, хорошо закрываются, и все достаточно глубокие. То есть, вот, они серьезно, они серьезно, вот, смотрите, то есть, они действительно глубокие, сюда влезет достаточно много бисера. На вот эту вот поверхность удобно будет наклеивать наклейки. Единственное, что я где-то слышала о том, что вот такие вот коробочки или подобные, они, вот здесь у них есть щели, вот, особенно вот эти вот сбоку. Вот эти вот, в этих крайних ячейчках. И я слышала, что вроде как, и вот тут вот тоже, видите, что вроде как из этих коробочек теоретически может высыпаться бисер. То есть, если вы ее вот закрываете и носите или храните в закрытом виде, то бисер может высыпаться. Но, я не знаю, я еще не проверяла, нужно будет, конечно, насыпать, потрясти, если что, скажу потом. Не если, а когда буду использовать эту коробку в своих рукодельных делах. Обязательно скажу, высыпается или не высыпается, но мне она нужна по большей части для того, чтобы она просто стояла. То есть, мне не надо ее с собой возить, потому что у меня бисерные работы, это обычные работы большие. Если это будет маленькая работа, я возьму просто маленькую такую линеечку с коробочкой, вот как я сейчас использую. А вот такую вот глобальную штуку, она у меня просто будет стоять на столе, когда я буду ее использовать. Поэтому, да, вот пусть будет, потому что, если я буду покупать бисер в ближайшем времени не в коробочках, а в пакетиках, то куда-нибудь в процессе работы это все дело нужно будет пересыпать, так что я очень довольна. Так, ну и еще маленькая у нас, у меня покупочка. Я покупала рамку своей подруги для картины. Я думаю, что вы, скорее всего, уже увидели оформленную работу льва. И покупала эту рамку, и рядом был отдел констоваров, и я вообще без задней мысли подошла посмотреть, что там есть, и увидела то, что я искала очень давно. Вот эта вот штука, это, как это правильно, скотч на вспененной основе, по-моему, это называется, да. Вот, скотч двусторонний на пене основе. Так, вот он. Значит, скотч на вспененной основе буду использовать для всяких открыточек. Очень удобно, когда вы что-то делаете, чтобы какой-то элемент не просто приклеивался вот на плоскость, а немножко выступал. Это очень красиво выглядит, я видела, и очень хотела такое приобрести. Один, ну вот, одна вот эта вот катушка. Здесь, кстати, не очень много, здесь, по-моему, я не находила на самой этой штуке. Короче говоря, здесь не очень его много, но, по крайней мере, я теперь знаю, где его искать. Вот он такой толстенький. Очень классно, безумно довольна. Так, и следующие покупки мои, последние в этом видео, были на сайте, который называется, в магазине, который называется иголка.ком.ua, то есть иголка. Этот сайт мне подсказала одна моя зрительница, когда бросила мне ссылку на него, там я рассказывала про платье, которое с таким интересным рукавом, то есть такой интересный элемент на плече. И мне моя зрительница бросила ссылку, и я понаходила кучу всего интересного на этом сайте. Ну, как кучу? Кучу понаходила, но заказала всего, скажем так, два подвида вещей. Значит, первое, что я заказала, это вот то, что тут лежит, это канва. Канву я заказала в запас, но не просто так. Это канва Цвайгард Экрю. Значит, я заказала 50 см, это какие-то другие там обозначения. Значит, это канва Аида Цвайгард Экрю ширина 150 см. Я, если честно, на сайте почему-то, или это какой-то глюк был, я не знаю. Короче говоря, у них был цвет бежевый, был цвет Экрю. И на то, и на то была одинаковая фотография. То есть абсолютно, вот я их открыла на разных вкладках, перещёлкивала, и фотография была абсолютно одинаковая. И я ткнула пальцы в небо, и я нашла именно то, что надо. Короче говоря, вот этот вот цвет, который на сайте Волка называется Экрю, это абсолютно реально цвет слоновая кость. Вот поверьте мне, я на цвет слоновая кость от Цвайгард насмотрелась очень-очень много, потому что это спокойствие, храбрость и мудрость моя была на этой канве. Это он, то есть это реально, это слоновая кость. Поэтому я безумно рада, мне именно слоновая кость и была нужна. Это канва на проект, который у меня начнётся не раньше, чем через полгода, а то и больше, я не знаю. Ну, короче говоря, я запаслась. Это моя птичка Калибри, если вы ещё её помните, Dimensions сладкий нектар. Такая круглая работа с Калибри. Я её планирую вышивать, то есть это не то, что она мне там нравится, это будущий проект, на который уже есть, ну, понятное дело, нитки, на которые есть уже схема распечатанная, подготовленная, и вот теперь есть канва. То есть всё есть, только ждёт своей очереди. Так, и что я ещё заказала? Это вот такие вот схемы. Не зря я спрашивала в каком-то из предыдущих видео насчёт того, на чём вы вышиваете вышиванки, если не покупаете заготовку. Я увидела вот эту вот вышиванку и просто в неё влюбилась. Это, я не знаю, вот у меня просто любовь с ней случилась. Она такая красивая, она немножко похожа на вот ту, которую сейчас вышиваю я, но всё равно другая. И вот такие вот элементы на рукавах. Значит, увидела я такую похожую. У нас на отделении Укрпочты я на почте провожу завидное количество времени, меня туда уже впускают как свою. И в очередной раз, стоя в очереди, я увидела, что там продаются вот такие вот схемы. Это фирма Диана Плюс. Там есть просто схемы, а есть схемы с выкройкой. Вот это схемы с выкройками, их там достаточно много, там мужские и женские. Значит, увидела я вот такую вот выкройку, но представьте себе, если в таких розничных магазинах стоит такая схема с выкройкой, там любая стоит, либо 25, либо 26, 28 гривен. 28 – это самая высокая цена, что я видела. На почте она стоит больше 100 гривен. Серьёзно, я специально её посмотрела поближе. Это не что-то там другое, это именно точно такая же. То есть, то же самое схема и выкройка. Ну, вот этот навар в пять раз, это, конечно, жёстко. Так что заказала я это оттуда. Безумно я влюбилась в эту вышиванку. Я не могу. Давайте я вам её поближе покажу. И, кстати, на примере, наверное, её я покажу вам, что там внутри находится. Тоже очень интересно посмотреть. Я вчера разбиралась. Значит, вот такая вот вышиванка. Называется она «Восняник Витри». Весенние цветы. И размеры здесь выкройок от 40 до 50 украинского размера. Так что безумно красиво. Обязательно когда-нибудь её сделаю. Не знаю, когда это будет, но я чувствовала просто своим священным долгом это захомячить. Потому что действительно она мне безумно понравилась. Поехали дальше. Вот такая вот вышиванка. Тоже не очень я люблю вообще чёрный цвет в одежде. Но вот эта мне понравилась. Я решила, что схема тоже не будет лишней. Это называется «Билли Троянды», «Белые розы». И, кстати, мне понравилась. Я открывала пока что только предыдущую вышиванку. Вот эту ещё не открывала. Здесь есть схема как самой вышиванки. Так, вот видите, какой красивый здесь белый узор с белыми розами. И здесь есть такой поясочек. И всё то же самое. А нет, здесь с 44 до 54 выкройка. Так, поехали дальше. Вот такое вот платье тоже красивое. Не знаю, мне понравилось. У меня есть платье похожее, только такое зимнее шерстяное платье, но тоже с такой штукой. То есть, получается, здесь ткань, а здесь вот такая вот как по фигуре вставка. Очень красиво смотрится. И здесь вот такие ещё вставочки на рукавах. Это называется «Троянды», это «Гладиолус», розы и гладиолусы. И здесь тоже с 40 по 50 размер выкройка. И вот такое вот платье. Люблю я вот такие вот платья с белым верхом и чёрным низом. Мне кажется, достаточно красиво. И вышивки здесь не так много. Здесь вышивка только на воротничке. Но посмотрите, как красиво. Воротничок, манжетики и вот здесь вот внизу юбки. То есть, такой какой-то деловой вариант. Значит, здесь тоже с 44 по 54 размер. Да, кстати, по 54 самый большой размер. И называется это «Чаривный сад», «Волшебный сад». Вот действительно красивое платье. Больше как-то мне ничего не приглянулось. Так что вот 4 штучки я заказала. И сейчас давайте, наверное, на примере вот этой вот вышиванки. Кстати, хочу ещё сказать, что меня подкупило вот в этих схемах. Это то, что у них цветные схемы. Вернее, не цветные, а даже цветосимвольные схемы. Это прям то, что мне нужно. Так что здесь описывается, как всё это нужно будет вышивать. Значит, как нужно, что нужно сделать с краями конвы, как техника вышивки. Кстати, на украинском, на русском, на английском то же самое. Значит, и здесь даже вот нарисовано, как делаются крестики. То есть, если вы совсем не знаете, как нужно вышивать, вам всё расскажут. Так что, ну-ка. Короче говоря, так. Значит, сейчас посмотрим, как всё это дело выглядит внутри. Так, вот эта вот сама обложка, которую мы видели, она и является также схемой. То есть, наоборот, её находится схема. Здесь ключ с цветами и символами. Здесь указывается, какой номер нитки вам нужен и сколько сантиметров понадобится. Единственное, что схема достаточно мелкая. То есть, ну, действительно мелкая. Но я думаю, что это не проблема её будет увеличить. Значит, то, что у нас идёт вот здесь вот по таким вот квадратикам, такой перевёрнутой буквой П. Это у нас идёт сама вышивка, которая на груди идёт, около воротника. Далее, вот то, что у нас идёт сбоку, вот с этим я вчера разбиралась очень долго. То, что у нас идёт сбоку, это вышивка, которая на рукаве. И почему она такая странная вот с одной и с другой стороны? Потому что она здесь повторяется. То есть, вот если посмотреть, вот, смотрите, да, идёт вот этот вот розовенький цветочек, голубенький, фиолетовый, ещё один розовенький. И опять розовенький, голубенький, фиолетовенький, розовенький. То есть, это у нас идёт всё, короче говоря, повторяется. И на другом рукаве то же самое. И вот это вот у нас идёт узор, видите, более толстый такой узор и более тоненький. И вот он у нас идёт. Вот у нас идёт тоненький с одной и с другой стороны. И вот этот толстенький, который идёт на манжеты. Кстати, вот покрой мне тоже очень такой нравится. Скорее всего, именно такое буду делать. Так что схема хорошая, все понятно. Кстати, достаточно много цветов, 23. Ну, нормально, мне кажется. Разберемся. И схема хорошая. Что может быть плохого в цветосимвольной схеме? И вот таким вот образом выглядит выкройка. Она огромная просто, серьезно. Она какая-то необъятная. И здесь описано, как это все. Так, сейчас вот. Значит, здесь у нас... Так, я не могу понять. Да, здесь и на русском, и на украинском. Чуть-чуть только много информации. Так, сначала у нас на украинском идет. И рассказывается все, как шить вышиванку. Какой здесь расход полотна и так далее. Как это все нужно сшивать. Я еще, если честно, не читала это все. Я только раскрыла, посмотрела. Вот мне очень интересно было хотя бы одну схему распаковать и посмотреть, что там внутри. Так что очень я довольна. Я гонялась за ней просто везде в интернете. Я пыталась ее заказать на разных сайтах. Она была и на, по-моему, рукоделие.ком.ю. Я смотрела. Она была, но... Ну, как бы она была там когда-то, но ее не было в наличии. Смотрела на овечке. Она вроде как есть, но я не связывалась. Значит, потом смотрела еще на самом сайте производителя. Где-то он тут есть. Нет, я не знаю даже. Ну, Диана что-то там. Вот, диана-плюс.ком. Смотрела я там, но у них я уже поскладывала в корзину. То есть, поскладывала практически все то же самое. Вот эти же четыре позиции. Но у них оказалась доставка только по предоплате. То есть, у них нет вообще доставки наложенным платежом. А я с предоплатой стараюсь связываться. У меня, слава богу, не было случаев. Мне писала там одна моя зрительница. Жуткий какой-то случай с каким-то интернет-магазином. А, по-моему... Нет, давайте я не буду сейчас говорить, потому что... Сейчас как скажу? Не на тот магазин. Вот там не будет. Жуткий какой-то она мне рассказывала случай. Насчет, что ей там отослали. Еще отослали не все. Еще там половину перепутали. И только когда она там с ними уже очень долго высняла отношения, они все это начинали отсылать. Короче говоря, у меня, слава богу, такого не было. Но я не хочу связываться лишний раз. Конкуренция все-таки дело хорошее. И я таки нашла. Кто ищет, тут всегда найдет. И нашла я таки на вот этом сайте. volka.com.ua Спасибо большое моей зрительнице, которая бросила в меня ссылкой на эту фирму. Ну, вернее, на этот сайт. Сейчас аккуратненько. Вот. Вот, безумная, довольная покупка конвей. Именно то, что мне было надо. Кстати, конва стоит там... Так, сейчас посмотрю. 21 гривну за 10 сантиметров при ширине в 150 сантиметров. Я, кстати, думала, что кто заметил, кто не заметил, в видео про Петровку я просчиталась с расчетами стоимости конвы. И, действительно, я взяла еще и выгоднее, чем... Было бы в интернет-магазине, но ничего. Короче говоря, теперь буду знать. Кстати, это вот первый мой... Первый мой опыт покупки конвы в интернет-магазине. И первый опыт прошел достаточно удачно. Все, наверное, на этом будем закругляться. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока.